Приветствую, друзья. Я Виталий Портников. Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что его страна не станет инструментом, который поможет Российской Федерации обойти санкции цивилизованного мира. Чиновник объяснил это тем, что с одной стороны Казахстан, разумеется, является союзником России и Беларуси по Евразийскому экономическому союзу и по ДКБ, а с другой стороны является частью мирового сообщества и поэтому должен уважать его правила. Это прозвучавшее из Астаны заявление не должно оставлять особых сомнений. Республика Казахстан не собирается помогать Российской Федерации и ее союзнице оккупированной Беларуси обходить санкции, наложенные цивилизованным миром. И это при том, что еще недавно российские войска под маской организации договора о коллективной безопасности входили на территорию Казахстана, чтобы помочь местным элитам сохранить власть и дать четкий сигнал казахстанским силовикам. В случае, если они не будут подавлять народные восстания в Казахстане, этим займутся российские солдаты. Однако с того времени, хоть прошло уже и не так много месяцев, многое изменилось в политической ситуации. Всем стало очевидно, насколько неустойчив режим Владимира Путина. Насколько колосом на глиняных ногах является российская армия. Насколько реально можно бороться с хваленными российскими силовиками. И у руководства Казахстана есть простой выбор. Либо поддерживать российского президента Владимира Путина в его кровавых авантюрах, либо постараться дистанцироваться от преступного российского политического режима на безопасное расстояние, чтобы после его краха подумать о новой геополитической ориентации. В конце концов, на России свет клином не сошелся. Казахстан может развивать плодотворные отношения и с западными странами, и с Китаем. И может это сделать даже в случае, если российское государство расколется на несколько частей. И в каждой из этих частей начнется свой собственный политический, экономический и социальный кризис. Более того, Казахстану даже необходимо сейчас дистанцироваться от России, чтобы неизбежный кризис российской государственности и российской экономики не затронул эту страну. И это, вероятно, хорошо понимает президент Казахстана Казымжамар Такай. Это у белорусского президента Александра Лукашенко нет никакого выхода. Он удержался у власти не только благодаря поддержке российских силовых структур и помощи президента России Владимира Путина, а прежде всего потому, что Лукашенко опирается на аппарат силовиков, на структуры подавления белорусского народа. По большому счету сидит на штыках белорусских силовиков, которые поддерживаются из Москвы. И Лукашенко прекрасно понимает, что в случае краха путинского режима у него нет никаких шансов, что никакой новый российский президент не будет иметь с ним дело, что его дни будут в буквальном смысле сочтены сразу же после смены власти в Российской Федерации. Так далеко он зашел в противостоянии с собственным народом, с цивилизованным миром, с соседними странами. А у Такаева такой проблемы, как мы видим, нету. Несмотря на то, что его режим во многом обязан своим самосохранением российской поддержки, тем не менее у президента Казахстана может быть уверенность, что он справится и без России. Ну, хотя бы уже потому, что казахстанская экономика не до такой степени зависит от российской поддержки, как все еще советская экономика Беларуси. И Казахстан будет отнюдь не единственным государством, которое будет дистанцироваться от Москвы. Чем дольше будет продолжаться кровавая путинская авантюра в Украине, тем больше будет дистанция Казахстана и других, даже самых близких к Российской Федерации стран. Китайские лидеры, которые как раз сегодня встречались с руководством стран Европейского Союза, отметили, что хотели бы мирного разрешения ситуации в Украине и говорили о уважении к суверенитету, как о важной ценности цивилизованного мира. Ну, а от европейцев получили не только заверение в необходимости сотрудничества между Европейским Союзом и Китайской Народной Республики, но и предупреждение, что если Китай будет помогать Российской Федерации обходить санкции цивилизованного мира, то европейцы ответят на эти действия Пекин. То же самое совсем недавно председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин слышал от президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена. И опять-таки возникает вопрос, насколько Китаю нужно превращаться в инструмент, который будет помогать России обходить санкции цивилизованного мира, если в результате он получит серьезные экономические проблемы. Я бы сказал, даже куда более серьезные, чем сама Российская Федерация, учитывая степень взаимосвязанности и интегрированности китайской экономики в экономике стран Запада. А вот в случае сближения с тем же Казахстаном у Китая не возникнет никаких проблем. Более того, на фоне нынешнего ослабления России в мире как таковом, Китай как раз может всерьез подумать о упрощении своих позиций в странах Центральной Азии. В том же Казахстане экономические позиции Пекина всегда были достаточно сильны, и он выступал тут конкурентом и для Российской Федерации, и для Турецкой Республики. А сейчас эта ситуация может, конечно же, измениться в еще большей степени. Все те экономические лакуны, которые оставит российский бизнес вследствие своего неизбежного экономического падения, может заполнить бизнес из Китая. И опять-таки, руководство Казахстана это великолепно понимает. Вообще сейчас каждый, кто хочет выжить в современном мире, должен дистанцироваться от Российской Федерации как можно на более далекое расстояние. Это совершенно справедливо и для тех, кто еще недавно поддерживал Россию в западной политике и в общественной жизни. Это актуально и для всех стран, которые продолжают сохранять отношения с Российской Федерацией. Могут сказать, что Китай или Индия не пойдут на такие шаги, но безусловно пойдут. И никакие поездки Сергея Лаврова или других российских чиновников в Пекин или в Дели не отвратят неизбежного. Потому что и у Китая, и у Индии есть актуальные экономические интересы. И Россия эти экономические интересы обеспечить уж никак не сможет в связи с тем, что будет происходить в экономике этой страны в ближайшие месяцы и годы. Поэтому пока что Пекине и Дели скорее ограничиваются реверансами по отношению к российскому политическому руководству, надеясь, что Владимир Путин одумается и остановит все то безумие, которое он начал 24 февраля 2022 года. Но времени у российского президента исправлять свои политические ошибки и демонстрировать, что он способен, если не вернуться к состоянию дела на 23 февраля, то хотя бы остановиться все меньше и меньше. И желающих иметь с ним и с его государством дело, разумеется, тоже все меньше и меньше. В Москве, конечно, назовут казахстанцев предателями. А лучше было бы подумать, какой логикой руководствуются руководители этой страны, когда не собираются превращать ее в инструмент обхождения России санкций цивилизованного человечества. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале. Подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Мир вам!